Кыргызская радиостанция в Китайской Народной Республике. Ежедневно специально для кыргызскоязычной аудитории тут готовят различные материалы. Слушателям рассказывают про путешествия, медицину, образование, знакомят с актуальными новостями в стране и мире. История существования кыргызскоязычной радиостанции в КНР насчитывает уже 38 лет. Если в начале длительность всех программ в целом достигала не более 30 минут, то позже увеличилась до 4 часов. На одной радиочастоте вещали программы на кыргызском, ханском и уйгурском языках. К сегодняшнему дню кыргызское вещание обрело свою отдельную радиочастоту, а ежедневный эфир длится уже 19 часов. Новости делаются так. Корреспондент выезжает на место события, берет интервью, возвращается в редакцию, готовит текст. После этого материал озвучивают дикторы в эфире. Вся наша работа происходит согласно постановлению правительства. В сетке вещания есть интерактивные рубрики. Мы приглашаем в студию гостей и радиоведущие в прямом эфире ведут с ними диалог на актуальные темы. Первое время на кыргызской радиостанции работали всего около 10 человек. Сегодня количество сотрудников увеличилось до 30. В приоритете, конечно же, новости. В эфире они появляются трижды в день. Однако помимо новостей для слушателей готовят множество других информационных программ. Одна из наиболее популярных – большая семья Джунхуа. В ней рассказывают о жизни, культуре и традициях разных народов мира. Кроме того, в эфире можно услышать программы, в которых затрагиваются важные социальные проблемы, обсуждаются юридические вопросы, ну и, конечно же, музыка. Песни на кыргызском языке, уйгурском и ханьском. Радиостанция называется «Средняя Азия». Круглосуточно мы вещаем на кыргызском языке. У нас есть своя аудитория. За годы работы появилась своя аудитория, которая ждёт наших программ. Со стороны правительства нам выделяется 4 миллиона юаней. Помимо специально кыргызскоязычной радиостанции, в КНР существуют и телепрограммы. Например, эфирное время телепрограммы «Джунгу» «Сыньцзань» также рассчитано на вещание на кыргызском языке. Штат сотрудников программы чуть больше 30 человек. Ежедневно они собирают сводку новостей всего мира. Кыргызскоязычные телепередачи на территории Китайской Народной Республики начали вещать около 19 лет назад. В нашу редакцию поступает очень много писем, очень много положительных отзывов, в том числе и от телезрителей из Кыргызстана. Программа «Путь в Джунга» является одной из самых популярных. Мы знаем, что у нас есть постоянные зрители, которые нас любят. Это помогает нам развиваться и ежедневно что-то улучшать в работе. В эфире кыргызскоязычные программы появляются каждый день и занимают около двух часов эфирного времени. Корреспонденты редакции собирают материалы из всех стран, адаптируют на кыргызский язык и только после этого выдают в эфир. Кроме того, у телепрограммы есть и свой интернет-сайт. Наши передачи могут смотреть во всех уголках КНР. Все, что есть в эфире, параллельно размещается и на нашем сайте. Он называется «Новости Синьцзяня». Во всех странах мира есть корреспонденты CCTV. Они ежедневно готовят материалы из этой точки, где находятся. В основном, это социальные репортажи о жизни людей и событиях того региона, где в данный момент располагается журналист. Главная цель программы – рассказать о культуре суара, познакомить с традициями республики страны всей Центральной Азии, в том числе и жителей Кыргызстана.